КОВИД-19 уже давно не считают заболеванием только дыхательной системы. Попадая в организм, вирус взаимодействует с определенными рецепторами, которых больше всего в сосудах легких, вирусах печени, почек, на коже. И что это означает? Это означает, что все эти органы под ударом. О постковидном синдроме в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области Олег Фатенков, доктор медицинских наук. Добрый вечер. Добрый вечер. И Олег Вениаминович сегодня, конечно же, отвечает не только на мои, но на ваши вопросы. Мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Ну, а речь пойдет сегодня о последствиях перенесенного заболевания. Заболевание какого? Конечно же, коронавируса. Но все-таки Олег Вениаминович начала бы, может быть, с каких-то еще фактов о самой болезни. И в частности, вот сколько уже? Два года приближаемся, да? Скоро в вторую годовщину будем отмечать, как с нами этот вирус. И узнали ли о нем что-то за последние месяцы? И может быть, что до сих пор осталось загадкой, несмотря на все приложенные усилия? Вы знаете, конечно, медицина не стоит на месте, она развивается. Я обратил внимание, что практически уже ежемесячно Министерство здравоохранения Российской Федерации выпускает национальные рекомендации. Они носят, на самом деле, не только рекомендационный характер, но, пожалуй, основополагающий в подходах к определению коронавирусной инфекции, ее диагностике, лечению. Впитывая все новые данные, которые, в общем, появляются практически сейчас ежедневно. И надо отдать должное, в общем-то, ученым, которые формируют эти рекомендации, которые обобщают опыт не только российский, но и зарубежный, предоставляя практически полную информацию практикующим врачам. Благодаря этим рекомендациям в настоящее время во всех лечебных учреждениях используются единые подходы, практически единая тактика лечения, и благодаря этому мы спасаем огромное количество жизней человеческих. Да, коронавирусная инфекция, к сожалению, изменяется. И я бы не сказал бы, на самом деле, что вот существуют какие-то волны. Это, наверное, все-таки та самая пандемия, которая началась вот уже почти два года назад. Она просто распространяется, вирус, к сожалению, подвергается мутациям, и в силу вот этих вот мутаций, увеличения контагиозности, изменяется, ну, наверное, скорость заражения людей, изменяются группы, которые поражаются. В настоящее время уже и молодежь, к сожалению, заражается, и даже дети, я знаю, заболевают. И все это, конечно, для нас становится, в общем-то, предметом изучения и, в общем, разработки новых подходов к лечению. Надо отдать должное, что мы сейчас все-таки в большинстве своем успеваем реагировать на вызовы, которые коронавирусная инфекция нам бросает. Но вместе с тем совершенно очевидно, что система здравоохранения сейчас абсолютно перегружена. И если все-таки будет возможность помочь вот нам в борьбе с коронавирусной инфекцией, а помочь каждый может, пройдя вакцинацию, то я думаю, что это ускорит, ну, в общем-то, наверное, возникновение контроля над инфекционным процессом. А если мы сможем его контролировать, то достаточно быстро, я уверен, мы сможем вернуться к своему прежнему обыденному образу жизни, который не имеет вот тех ограничений, которые мы сейчас вынуждены с вами испытывать. Да мы уже забыли про тот образ жизни. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот переболю коронавирусом, у меня была ховидная пневмония. Двусторонние, 10% поражением легких. Но я взяла это, вызывала скорую помощь, мне в поликлинике никто не пришел или приезжал. Мне пришлось идти платно, мне поставили все эти данные. Потом взяла я на антитива, тоже все подтвердилось. И у меня пропал вкус, но вкус-кутбеден становился, а запаху до сих пор нет у меня запаха. Вот подскажите, как мне быть запахом и вообще это становится ли нет? И второй вопрос. Я когда ходила после болезни к терапевту, она мне сказала, нужно делать прививку. Хотя у меня прошло 5 дней после болезни. Я это не могу понять. Пожалуйста, иди. Еще раз хочу уточнить, но тест положительный не был у вас, да? Коронавирус подтвержден? Я уже болела 5 дней, и тест уже не показал. Не показал, да, понятно. Скорее всего, не покажет. А потом уже показалось. Спасибо за вопрос. Вы знаете, вот первый вопрос касается огромной проблемы. Мы ее сегодня, наверное, будем более подробно обсуждать. Постковидный синдром. Постковидный синдром, на самом деле, это достаточно серьезное тоже заболевание. Лонг-ковид, как его называют сейчас во всем мире, требует такого же лечения, как и все остальные заболевания. В настоящее время всем пациентам, которые перенесли в той или иной форме ковид-инфекцию, положено, кроме обычной диспансеризации, углубленная диспансеризация, которая включает в себя дополнительные, достаточно серьезные методы исследований, начиная от биохимических исследований крови, определения сатурации, насыщения крови и кислорода. И заканчивая сложными инструментальными методами исследований, таким как эхокардиография, компьютерные томографии, исследования функций внешнего дыхания. Через месяц после перенесенного заболевания, когда острый процесс уже заканчивается, каждый человек имеет право на бесплатное прохождение углубленной диспансеризации. Поэтому я рекомендую эту диспансеризацию углубленную сейчас пройти, выявить соответствующие нарушения, и по результатам их выявления, соответственно, будет назначена программа лечения, вплоть до стационарного лечения, если это необходимо. Относительно вакцинации, показания к вакцинации действительно, если это перенесенные коронавирусные инфекции, и если есть подтверждение, соответствующее документарное, то через 6 месяцев после перенесенного процесса. Если есть какое-то непонимание со стороны врача, вот этих вот сроков обозначенных, то всегда можно обратиться к заведующему отделению, завполиклиникой, и я думаю, что эти вопросы обсудить. Ну, если нужно, то можно оставить свой телефон просто, как бы, и я попытаюсь разъяснить это более подробно. Олег Венеевич, а вообще из вашей практики самый длительный период, когда не возвращалось обоняние, сколько это может продолжаться? Вы знаете, в стационаре мы наблюдали где-то порядка месяца пациентов, потом мы их просто, к сожалению, выписывали. Потеря обоняния связана, как правило, с тропностью вируса к нервным окончаниям. Именно поражение коронавирусных нервных окончаний приводит к такого рода патологии, насколько мне объясняли наши отоларингологи. И я думаю, что, как бы, нужно просто обратиться к отоларингологам, которые уже в этой проблематике разбираются более подробно, нежели я. И они посоветуют какие-то собственные, наверное, методы лечения и тактику воздействия на это. Послушаем еще зрителей. Алло, здравствуйте. 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 Вот у меня вопрос такой. Я очень много слышала, что после прививки умирают люди. Вы с Курсом, дорогой доктор? Большое спасибо за этот вопрос вам. Я могу сказать, что опыт мой практический, моих родственников подтверждает, что прививка безопасна. Больше того, я могу сказать, что в моей практике буквально ежедневно я сталкиваюсь с тем, что мне звонят знакомые, близкие люди и просят помочь своим родственникам, которые не привиты и оказались в реанимации. Когда я спрашиваю, а вы сами привились, они говорят, да, мы привились и болеем легкой формы. Возникает вопрос, а когда, собственно говоря, нужно было решать этот вопрос с вакцинацией? Уже находясь пациенту в реанимации или все-таки до этого? Я совершенно ответственно заявляю на основе собственного личного опыта, что вакцинация от ковид-инфекции безопасна. Да, она не является панацеей и не является гарантией того, что вы не заболеете. Но она является в значительном большинстве случаев подавляющим гарантией того, что вы не окажетесь в реанимации с кислородной недостаточностью и не погибнете от ковид-инфекции. Олег Вениаминович, ну традиционно вам очень много всегда вопросов от зрителей. Я даже подозреваю, что сегодня вы уже не на мои вопросы будете отвечать. Алло, слушаем, здравствуйте. 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 Я хочу спросить вас, вот как мне быть, у меня поливалентная аллергия. Я практически ничего не переношу, вы это знаете сами. Но мне говорят, надо сделать прививку, тогда мне разблокируют карту транспортную. Куда мне обращаться и как быть? Я сколько раз старалась это сделать, как мне быть? Мы поняли. Не важно, что я умру, но надо делать, да? Спасибо, мы поняли вопрос. Поливалентная аллергия, я думаю, что отслеживается участковым врачом вашим, к которому нужно обратиться. И он, соответственно, взвесив все за и против, может оформить медотвод от прививки. При наличии медотвода я знаю, что транспортная карта тоже подлежит разблокировке. Олег Вениаминович, вот все-таки я понимаю беспокойство всех людей, которые нам звонят. И предыдущая зрительница спросила, а вы знаете, дорогой доктор, что от прививки умирают? Я тоже хочу вам задать этот вопрос. От прививки? Но вообще есть случаи. От прививки не умирают. Теперь все-таки перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора и поговорим о том, что происходит после того, как человек переболел. Я подозреваю, что выписавшись из больницы, особенно кто болел тяжело, хочется кричать «Ура!», потому что вроде бы ты вылечился. Но не тут-то было, да? И если вернуться к тому, с чего мы начали, то нет практически ни одного органа у человека, который был бы застрахован, гарантирован от воздействия ковида. И, наверное, с головой следовало бы начать, но все-таки я позволю себе сначала спросить про легкие, поскольку с легких началось наше информирование о ковиде. Вот что с ними происходит после того, как человек уже пролечен и какие последствия могут быть для легких? Вы знаете, огромное коварство коронавирусной инфекции заключается в том, что она маскируясь под, казалось бы, обычную воздушно-капельную вирусную инфекцию, которую мы раньше все переносили в достаточно легкой форме. Это были ОРЗ, гриб. Она, тем не менее, вот коварство в чем заключается, обладает огромной поражающей силой. За счет чего? Ну, во-первых, непосредственно воздействие на ткань. Вот если мы берем легкие, то есть вирус тропин, соответствующий мангетензин рецептором, который содержится в том числе в ткани легких. И он непосредственно поражает, во-первых, сами клетки легких. Это первый эффект. Второй эффект – это, соответственно, повышенное тромбообразование. В силу того, что вязкость крови возрастает, эти тромбы начинают закупоривать мелкие и мельчайшие сосуды в капиллярах, нарушая таким образом обмен кислорода в альвеолах и вызывая дефицит кислорода в организме, который называется гипоксия. В свою очередь гипоксия точно так же в легочной ткани приводит к образованию, не только в легочной ткани, в любом органе мишени, приводит после окончания этого процесса к формированию соединительной ткани. И как следствие этого начинает повышаться давление в этих мельчайших альвеолах. А как следствие повышения давления ложится нагрузка на правое отделы сердца, и может сформироваться хроническое легочное сердце с декомпенсированной хронической сердечной недостаточностью по право-желудочковому типу. И все это в комплексе приводит к тому, что, начиная с легких, страдают все абсолютно системы организма, и уже невозможно разделить, что поражены легкие, или мозг, или сердце, одномоментно поражают все системы организма. И даже окончание процесса инфекционного, к сожалению, не является итогом этой инфекции. Развивается так называемый постковидный синдром, который я уже упоминал, который по тяжести своей может даже соперничать с острым процессом. То есть человек может перебариваться в легкой форме ковид-инфекции, а постковидный синдром его проявления имеет более тяжелое в виде осложнений различных. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. А ну, вы скажите, пожалуйста, мне, вот я сделала 4 прививки, 2 и 2, в феврале и в сентябре по 2. И от гриппа сделала 2 дня назад. Скажите, а вот если у меня, например, сейчас сын заболел, ну, он теперь болел, можно сказать, уже, уже и у него, и это самое, нюх, все, восстанавливается. Кашель немножко остался. Понятно. И температуры нет целый месяц. Я могу носителем быть, или вот я же все-таки ухаживала за ним, все. А сколько времени после последней вашей прививки прошло? В октябре... Ковидный, значит, у меня 30... Последний 30-й, 4-й была, 30-й сентября. Да, поняли, спасибо. Ну, иммунитет формируется где-то порядка месяца после перенесенной инфекции. Да и, в общем-то, надо честно сказать, что прививка не является гарантией от того, что человек не заразится и не может быть переносчиком потенциальным. Но вот ваш пример доказывает то, что на фоне заболевания сына ковидом, да, вы-то как раз и не заболели. И таким образом, скорее всего, я думаю, что иммунный ответ уже сформирован, и он, в общем-то, позволил вам не переносить это заболевание к клинически выраженной форме. Вы, в общем, себя обезопасили таким образом. Олег Вениаминович, я еще хочу про легкие уточнить, вернуться к нашему с вами разговору. У многих выздоровевших от коронавируса доктора говорят о фиброзе легкого. Я думаю, что мы до конца, не все из нас это понимают, потому что это отмирание ткани, которое не восстанавливается, или это что? Я уже упоминал в преамбуле слова о том, что альвеолярная ткань, к сожалению, в силу гипоксии и воспаления замещается соединительной тканью. Соединительная ткань не участвует в процессах газообмена. Она замещает нормальное альвеолы, уменьшается в результате дыхательная поверхность легких у человека, и он начинает испытывать из-за этого одышку постоянную. Одышка является, пожалуй, основным симптомом вот у таких пациентов, которые перенесли достаточно большое поражение легких. И фиброз, если его перевести, в общем-то, на русский язык, как раз является образованием соединительной ткани в легких, которые уже не участвуют ни в газообмене, ни в каких процессах, препятствуют таким образом нормальной жизни и нормальному дыханию человека. Но это необратимый процесс. К сожалению, это необратимый процесс. Я, наверное, не буду вас просить показать нам комплекс дыхательной гимнастики здесь, потому что это, очевидно, небыстро. Но все-таки вот какие-то советы именно в отношении восстановления легких вы могли бы дать? Вы знаете, вот вы уже правильно упомянули, элементарная дыхательная гимнастика позволит все-таки оставшимся здоровым участкам легких тканей скомпенсировать вот те участки, которые поражены, их функцию, да? Ну и плюс элементарно, не нужно забывать просто гулять, ходить, да? Любые уровни физической нагрузки, ну, начиная с минимальных, постепенно их увеличивая, позволяют тренировать в том числе легочную ткань. В последующем, если как бы состояние будет прогрессивно улучшаться, можно заняться уже, в общем-то, физическими упражнениями более тяжелыми, подумать о плавании, в том числе в бассейне, ну, естественно, уже это где-то через несколько месяцев, месяца через три, наверное, после перенесенной инфекции. И постепенно, постепенно входить в свою норму физической активности. Надо сказать, что лежа на диване, последствия коронавирусной инфекции не преодолеешь. Надо обязательно о себе заботиться и заниматься собой. А у нас звонок Олео, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Доктор, я хочу вас спросить. Вот у меня аллергия, бронхиальная астма и аутоиммунные заболевания. Аллергия у меня до сих пор не прошла, у меня поленоз очень сильный. Вот что мне делать? Сделать мне привильцы, можно или нет? Скажите, пожалуйста. Я могу сказать, что сама бронхиальная астма, если она в стадии ремиссии находится, как, собственно, любое заболевание в стадии ремиссии, не является противопоказанием для непосредственно прививки. Противопоказание является наличие аллергической реакции на компоненты вакцины, которые определит врач ваш лечащий, либо любое заболевание в острой стадии. Это может быть инфекционное заболевание, не инфекционное. Вот после того, как острая стадия завершится, ну, давайте сделаем такой временной промежуток, месяц отведем на окончание любого процесса, через месяц можно совершенно спокойно от коронавируса вакцинироваться. Я почему призываю? Потому что, как бы, любое заболевание, инфекционное или неинфекционное, к сожалению, приводит к снижению иммунитета, является дополнительным фактором, который может вызвать утяжеление в течение коронавирусной инфекции. И спасений, кроме прививки в этом случае, не будет. Давайте мы сейчас на минуточку прервемся и узнаем новости здравоохранения за ту неделю, что мы не виделись. В Куйбышевском районе Самара продолжается строительство поликлиники. В шестиэтажном здании разместят лечебно-диагностическое отделение, помещение инфекционного приема, женскую консультацию, реабилитационное и хирургическое отделение. 19 тысяч прививок к такой суточный рекорд поставлен в регионе. Всего на минувшей неделе вакцинировалось более 100 тысяч жителей. За период нерабочих дней в регионе увеличилось количество свободных коек в ковид-госпиталях, время ожидания скорой сократилось почти в два раза, остановилась заболеваемость в возрастных группах 15-17 лет. Новый инфекционный корпус городской больницы номер 2 в Саизра не планируют открыть к декабрю 2021 года. Он рассчитан на 100 пациентов. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы и идет благоустройство территории. Несколько видов обследований стали доступнее для жителей Красноармейского района. В центральную больницу поступил аппарат ультразвуковой диагностики, система эндоскопической визуализации, автоматическая установка для дезинфекции эндоскопа. В этом же году учреждение получило 5 регистраторов для мониторирования сердечной деятельности, электрокардиографы и пульсоксиметры. Это программа «Звоните доктору» сегодня в студии Олег Фатенков, главный внештатный терапевт Минздрава Самарской области. И мы сразу, наверное, звонок примем, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. В том случае, если нет антител М, который обозначает острый процесс, а есть только G, показана вакцинация. Вакцинация после заболевания положена через 6 месяцев. Олег Вениаминович, может быть, тогда еще прям коротко, вот все же уповают на высокие антитела, значит, делать не надо прививку. Вы знаете, к сожалению, никакой научной информации, доказывающей, что наличие антител является противопоказанием прививки, не существует. В настоящее время мы используем рекомендации Минздрава Российской Федерации, где четко сказано, что уровень антител не является критерием для отказа от вакцинации. Является критерием 6 месяцев после перенесенной инфекции. Они же уже есть вроде бы, зачем другие? К сожалению, до сего дня научно доказанного уровня антител, которые препятствуют заболеванию коронавируса, не выяснено и не выявлено. А в силу этого, если сравнивать риск и пользу, все-таки риск заболевания коронавирусом, он гораздо выше, чем, нежели, так сказать, вот все остальное. Поэтому я все-таки склонен доверять рекомендациям. Они действительно вобрали в себя все современные сведения, данные, причем со всего мира. И я думаю, что нужно к ним прислушиваться. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Да, да, говорите, пожалуйста. Сажитесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Доктор, скажите, пожалуйста, я пенсионер, я пенсионер, инвалид, мой 85 лет, 85 лет. В 11-м году я был на операции в онкологическом фест-концерии. Леха мне резепцию делали, так? Вот. Можно ли мне сейчас прививаться, или нет? Спасибо. Да, прививаться можно. Даже я больше того скажу, нужно. Я уже объяснил необходимость этой прививки, что любое неинфекционное заболевание, оно, к сожалению, в большей степени еще усугубляет иммунитет у человека. И, по большому счету, спасения в этом случае, кроме вакцинации от коронавирусной инфекции, нет. Я настоятельно вам рекомендую пройти ее в ближайшее время. Теперь давайте все-таки от легкого перейдем к сердцу, потому что кардиологи просто бьют тревогу. Приходили к нам неоднократно в эфир, говорили о том, что последствия пост-ковид и его последствия для сердца, они чудовищные, скажем так. Так что, какие последствия на самом деле бывают? К сожалению, да. И мы видим в процессе уже заболевания повышение артериального давления у больных, обострение артериальной гипертензии. Мы видим миокардиты. В силу повышенного тромбообразования развиваются инфаркты миокарда у пациентов. После того, как ковид-инфекция перенесена, даже в легкой форме, к сожалению, мы видим тоже развитие миокардитов, кардиопатий тяжелейших. Причем, как правило, это все сочетается и с поражением легких, и почек, и других органов мишени, образуя такой, знаете, комплекс проблем, которые у человека возникают, о которых он зачастую, кстати, не подозревает. Вот почему я... И это вовсе не обязательно пожилой человек, правильно? Конечно, это и в молодости мы отмечаем. Поэтому я вот уже говорил об углубленной диспансеризации. Она доступна абсолютно. И даже если вы не испытываете каких-то, в общем-то, болезненных ощущений, стоит все-таки перестраховаться и пройти ее. Тем более, что ее можно пройти даже в субботу, выходной день. И практически за один день. Вот. Таким образом, вот все эти вот проблемы, они, к сожалению, могут быть незаметны, в том числе со стороны сердца. Но при этом в любой момент это может быть выстрелом, в общем, неприятным. Прерву вас на звонок. Алло, здравствуйте. 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 А у меня вот какой вопрос. Я весной, в апреле, болела ковидом, тест положительный. Болела не так тяжело и страшно, как вот ноги без ДВЛ, без всяких сложностей. Но я заметила, что после того, как я выстрелила, у меня начали очень сильно отекать ноги. Я не знаю, связано. Может, это быть связано с перенесенным заболеванием? И что вообще с этим делать? Как-то надо лечить или само пройдет со временем? Спасибо за звонок. Вы совершенно правы. В своих опасениях не просто надо лечить, а нужно немедленно обратиться к врачу, пройти углубленную диспансеризацию, где, кстати, в комплекс обследований входит ультразвуковая доптерография сосудов, в том числе нижних конечностей, исследование свертывающей системы крови. Ну и прочие все исследования. Скорее всего, будет обнаружен постковидный синдром. Я уже даже по вашему рассказу, в общем-то, это понимаю. И нужно немедленно начинать лечение. Просто так отеки на ногах у человека не должны появляться. И тем более быть постоянными. Пожалуйста, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Олег Вениаминович, я вот делаю вывод, что люди, которые к нам звонят и говорят о том, что можно ли вот так, а можно ли вот так. Скорее всего, это вызвано тем, что они не могут поговорить сейчас с своими лечащими докторами из-за крайней перегруженности системы здравоохранения. И известно, что во многих поликлиниках, в принципе, закрыты все направления помощи, кроме помощи вот ковидной. Я хочу спросить про ваше. Как вы работаете? Оказываете ли вы помощь терапевтическую? Помощь мы оказываем. Ну, во-первых, я говорю, что на самом деле вот диспансеризация, углубленная диспансеризация, которую я рекомендую проводить, это удел кабинет в медицинской профилактике. Они открыты, они работают. Я даже могу сказать, что я вот недавно, буквально две недели назад, посещал центральную районную больницу Кенель-Черкасс и сам убедился, что кабинет медицинской профилактики работает. Конечно, да, вы правы, перегрузка системы здравоохранения колоссальная. Но в настоящее время, например, клиники медуниверситета, больница номер три бывшая, современное название ее, больница герметологическая, в городе оказывает все виды медицинской помощи по профиле терапии. Мы в клинике, в том числе, подключились к оказанию помощи по экстренной эндокринологии, кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии. И, в общем-то, мы даже плановую помощь оказываем по-прежнему. И никаких отказов обратившимся к нам пациентам за медицинской помощью мы никогда не допускаем. Поэтому, несмотря на перегрузку, мы свой долг выполняем, и я гарантирую, что мы всех обратившихся обязательно будем лечить. Я думаю, что за оставшуюся минуту вряд ли мы с вами успеем поговорить про последствия для печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Но, может быть, тогда какие-то слова, вот Олег Вениаминович, именно в связи с тем, как людям внимательнее сейчас не пропустить какие-то тревожные вещи? Вы знаете, любое недомогание, связанное с повышенной температурой, это повод обратиться к врачу и пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Не дожидаясь недомогания, пройдите вакцинацию, пожалуйста. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это была программа «Звоните доктору». Пожалуйста, внимательно следите за своим здоровьем, не болейте. Будьте здоровы все. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!